Меня зовут Денис Дырский, я директор в проекте ССЮ. Мы создаем кофем для виртуальной реальности и в целом для игрового процесса. Это значит, что все, что происходит в игре, можно почувствовать на себе. Это достигается с помощью системы электросимуляции, тактильной обратной связи, как мы ее называем. Мы можем передавать изучение из игрового процесса прямо на тело человека. То есть, в принципе, если у вас прилетает пуля либо стрела, вы можете это почувствовать. Например, даже если идет лошадь, вы можете почувствовать, как течет вода. Плюс в костюме есть система захвата движений. Вот эти сенсоры отличаются доступом захвата движений человека и переводите их в цифровой вид. То есть, одно из применений это, например, можно анимировать персонажей игровых, либо делать захват скелетной анимации. То есть, для того, чтобы в игре это не программировать, а именно заснять само движение и просто на него наложить терапию сверху. Также в костюме планируется к январю месяце следующего года сделать систему климат-контроля. Точнее, ее оптимизировать, поскольку она уже была создана достаточно. Там проблема в том, что она потребляет слишком много энергии. Плюс к январю мы планируем набилить в костюм, сделать в костюм, ставить систему диаметрии. В первую очередь, это снятие параметров электрокардиограмму. Снимаем параметры электрических активностей кожи и положение и состояние мышц. То есть, можно понимать путь с помощью системы, какие мышцы напряжены, какие расслаблены, в каком они положении находятся, какие работают, какие нет. С точки зрения применения костюма, в первую очередь, мы говорим, естественно, о игровой инстрии. Вот эти два дня на конференции Дедгам мы представляем костюм и показываем его вместе с игрой Drunko Dead, Которая подключила компания Foyalab. Это наши ребята-бортеры, которые здесь также в Беларуси расположены. Вот. Это первая всторонняя игра, которая была подключена к костюму. И сейчас мы увидели огромный интерес к разработке и понимаем, что, как минимум, полсотни компаний хотят подключить костюм. Интегрировать тактильную обратную связь в свои игры. Для чего это нужно? Это для того, чтобы понять, что... То есть, когда вы играете в обычные игры, в принципе, ничего с вами не происходит, вы не чувствуете то, что происходит в игре, вы не чувствуете прикосновения, попадания в пуль, какие-то погодные условия и так далее. Так вот, наш костюм позволяет достичь вот этого более-менее полного погружения. Не важно, это будь то игра обычная, будь то игра в виртуальной реальности. С точки зрения других систем, мы можем использовать костюм для того, чтобы, например, тренировать людей, которые в первую очередь хотят научиться какому-либо скилу в профессиональной игре, например, в спортивной. В первую очередь, это правильно, ну, то есть, мы можем с помощью костюма научить человека правильно выполнять упражнения в тренажерном зале. То есть, система захватных движений может отслеживать движения и сравнивать их с эталонными движениями, которые может записать тренинг. Вот, она сравнивает, если движения не совпадают, то костюм подает тактильную обратную связь на определенную часть тела, тем самым говоря, человек в том, что он может поднять, например, руку выше, либо согнуть ее под другим углом и так далее. То есть, такие достаточно сложные вещи, которые в целом понятны именно тем, кто конкретно занимается в тренажерном зале, либо пытается учиться, например, в игре в гольф. С помощью костюма, например, у нас там поступил конкретный запрос из 3, то есть, как правильно научиться играть в гольф. Мы предложили решение следующее. Система захвата движения позволяет отслеживать движения человека, который играет в гольф. Активная обратная связь может сравнивать, ну, то есть, костюм сравнивает движение с эталоном. А если движение выдается неправильно, ну, то есть, производится неправильно, то тактильная обратная связь добавляет, то есть, подает сигнал, человек может поднять определенную конечность, либо просто повернув ее под определенным углом и, естественно, подгоняет это под идеальный эталон. Вот. В этот момент биометрическая система может считать напряжение мышц и считать, какие мышцы работают или не работают. Вот. И если вдруг человек достаточно сильно замахнулся, например, в гольфе, он может там, ну, растянуть мышцу. Естественно, наша система позволит сказать, что, ну, рука слишком высоко ходит, да, и может, естественно, привести, например, инопреждение. То есть, она просто сигнализирует с помощью тактильной обратной связи, человек понимает, что достаточно, и сам процесс повторяется. Вот. Это просто конкретный кейс, который действительно может сработать. Это действительно есть проблема в том, чтобы обучить сразу большое количество людей, поэтому костюм может помочь освоить какие-то базовые навыки. Мы не говорим про то, что мы полностью заменяем профессионального тренера, но, как минимум, какие-то базовые навыки поможем ему помочь освоить. Вот. Что касается планов компании, мы, в принципе, консюмер электроник-шоу Лас-Вегаси в январе следующего года планируем сделать глобальный запуск продукта, и с этого момента начинаем работать с производителями контента и геймдеволтка. То есть, это значит, что не только игры, приложения, но и бизнес направления, то есть, разного уровня. Это и спорт, это и медицина. В том виде, в котором мы можем это позволить, поскольку костюм пока не прошел медицинскую сертификацию, это только в планах. Это как-то подключается к электросети через провода? Да, смотрите. Костюм сам по себе питается с помощью встроенной батареи. То есть, сейчас конкретно подключается, поскольку это набор для разработчика. То есть, у нас здесь модули. В одном из этих модулей в следующей версии будет зашит контрольный модуль, который будет подключаться к компьютеру, но важно понимать, что костюм сам по себе точка доступа. То есть, компьютер к нему подключается, а не костюм к компьютеру. Вот. Поэтому, в принципе, во-первых, мы платформы независимы. Мы работаем под любой операционной системой, начиная от Windows и заказчика Mac OSI. Плюс у нас есть два плагина под Unreal Engine и под Unity 3D. То есть, в принципе, на этих пышках делается большинство игр и можно использовать наши плагины для того, чтобы интегрировать любое приложение, написанное на этих пышках. Вот. Костюм полностью беспроводной, как я уже сказал, да. Никаких проводов. Мы изначально позиционируемся как сложное устройство, содержащие 4 системы. И очень сильно отличаемся от конкурентов тем, что конкуренты делают только, как правило, одну систему. Это либо система тактильной обратной связи на основе, причем, именно вибрации. Вибрация. Почему я именно сделал упор на этой системе? Потому что вибрация достаточно энергоемкая вещь, поэтому мы выбрали электростимуляцию. А вот что это такое про электростимуляцию? Электростимуляция – это передача электрических небольших сигналов. Мы конкретно используем две системы электростимуляции. Это GMS – это глубокая стимуляция мышц. То есть мы можем подать сигнал так, чтобы мышца согнулась в нужный момент. То есть сама согнется? Да. То есть это то же самое. Мышца думает, что мозг посылает сигнал и непроизвольно сгибает. То есть это электрический импульс маленький? Да, это небольшой электрический импульс. В случае именно с стимуляцией мышц, это достаточно сильный импульс, который позволяет им согнуть мышц. Но это безопасно? Да, это полностью безопасно, поскольку у нас на уровне железа, то есть на уровне электроники сошито ограничение. То есть мы установили ограничение, мы установили трансформаторы, которые позволяют не превышать потенциально опасный уровень. То есть изначально все безопасно, плюс вторая система – это на уровне программного обеспечения. Программное обеспечение всегда следит за тем, чтобы показатели определенные не превышали заранее заданные условия. По поводу того, чтобы симулировать именно ощущения в игровом процессе, мы используем вторую систему электронной стимуляции, это поверхностная стимуляция нервных опечаний на поверхности кожи. Она работает просто, это сигналы более тонкие, более мягкие, для того, чтобы симулировать, например, прикосновение, какое-то в дальнейшем возможно даже дуновение ветра и течение воды по телу человека. Тепло, холод тоже, да? Теоретически все можно почистить. Но, естественно, мы сейчас и заявляем, что это достаточно реалистично. Это требует еще дальнейшей разработки и исследований. В этом направлении мы работаем с университетами и передаем им часть задач, которые они лучше делают, чем у них. Потому что все сразу будет закрыть. Ну а гигиенически его так, на голое тело надо надевать? Да, смотрите, с точки зрения вообще самого костюма, это позиционируется как костюм индивидуальный. Поскольку мы на выставке, мы не можем обеспечить такое огромное количество костюмов сразу, поскольку это конкретно набор для разработчиков, поэтому мы обрабатываем антибактерицидным спреем, даем иглу просохнуть и, естественно, принимаем другого человека. Вот. Это все уже неоднократно протестировано. На других выставках, в принципе, никаких проблем не возникает. Вот. Костюм для того, чтобы полноценная работа, он должен очень плотно прилегать к телу. Поэтому это и задумывается как индивидуальная вещь. То есть это индивидуальный пошив под размер как-то? Или есть какой-то трансформер? Прямо у индивидуального пошива подгонкой вот таких вот штук. То есть мы застегиваем, подгоняем их, чтобы они более плотно прилегали к телу и тем самым максимально точно передавали ощущения. Ну, наверное... А сколько он стоит, если, допустим, я куплю игру и вот этот костюм? Смотрите, если мы говорим о бизнес направлении, то мы планируем за четыре системы, которые я назвал ранее, полторы тысячи долларов. Плюс налоги, естественно, для той страны, в которой костюм будет продаваться. На консюмерский потребительский рынок для всех мы выходим через два года. То есть сейчас мы говорим о том, что мы работаем именно с бизнесом. С гейм-девелоперами, с разработчиками программного обеспечения, со спортивной индустрией, медицинской в коем-кроде, с интерпрайс индустриями, которые более глобальные и более мощные, да? Вот. На потребительский рынок через два года стоимость костюма, естественно, будет несколько раз ниже. Вот. Хотели бы, по крайней мере, мы сейчас целимся в то, чтобы это стало доступным для каждого человека. Поскольку там, в целом, лунная одежда, которую можно просить на улице. То есть в нем тепло? Да. Поскольку, я уже говорил, что в нем будет система... А летом жарко? Сейчас? Нет. Достаточно комфортно. Вот, целый день тестировался костюм. Несколько дней, да. Очень удобно и комфортно. Никакого дискомфорта в плане излишнего выделения фото, например, или неудобства в ношении, в растягивании рук и так далее. Никаких. Я в тренажерном зале меня занималась. Бегала часно, бегала дороже. И как будто в обычном спортивном костюме. Но комфортно, оно все сдержанное, и ты контролируешь и чувствуешь мышцы. Все вот эти штуки, все, что протянута, оно плотно прилегает, и как бы ты вообще в нем живешь. Отлично. Большое спасибо. До свидания. Продолжение следует.